В Москве обладатель Кубка уже известен. Это Шигапов Рустам из Казани. Так, и весовой категории до 67 килограммов на ваших экранах, потому что в весе до 60 килограммов боя не было. Алексей Сулимов встретился с своим одноклубником из Кстова Алексеем Михайловым. Алексеем Михайловым. Бой не состоялся, а до 63 килограммов в финал вышли уже два подопечных моего сегодняшнего собеседника. Это 67. Да, это 67. До 63 финала вышли два подопечных моего сегодняшнего собеседника Низамия Шуралиев. Это был Айдемир Айдемиров и Тагира Седулаев, представители клуба «Файтер». Также вот, и победу одержал Тагира Седулаев, наверное, скорее по решению тренера, чем самих спортсменов, да? Ну да, в этой весовой категории Айдемиров был. Айдемиров у нас еще юниор, то есть это не его турнир. Тоже у него цель была обкатка. Ну, дошел до финала, это молодец. Но победа была у Седулаева Тагира. Ну, по бою, ну, если бы, допустим, бой состоялся, я думаю, все равно выиграл для Седулаев. Не стали мы, ребята, заставлять драться. Ну, давайте представим участников этого боя. Весовая категория до 67 килограммов. Одна, на ваш взгляд, из самых интересных весовых категорий. Было много бойцов, и в финал вышел боец из Нижнего Новгорода и спортсмен из Богородска. Богородска, да. Область Нижегородская. Да, у Нижегородского область. Красный угол, если я не ошибаюсь, это Алексей Фролов из Богородска. А синий, это Евгений Балан, кандидат мастера спорта по тайскому боксу, который... Да, все бои закончил, кстати говоря, досрочно. В первом бою его соперник отказался уже в первом раунде. Это Балан Евгений закончил. Да, досрочно, да, в первом бою. Балан Евгений у нас не первый раз выступает на наших турнирах. Остаточный опытный спортсмен. Неплохие результаты. Да, из Нижнего Новгорода, конечно, сильные. Было два боя. У него отказ в первом раунде, во втором поединке отказ во втором раунде. И в третьем бою соперник снялся ввиду травмы. Ну, здесь в финале они встретились, да, Нижнего Новгорода? Да, Нижнего Новгорода. Один представитель области, второй представитель самого Нижнего Новгорода. Ну, здесь, как мы видим, никакого договорного боя нету. Ребята бьются. С полной силой бьются, да. Разные города. Это Нижегородская область. Просто кто-то из Нижнего, кто-то из Богородска. Да, да. Приехали они вместе в одном вагоне. Да, ну, что поделать. Приходится драться. Ну, приходится, да. Просто так победу никто не хочет отдавать. Да, медаль одна. Кубок один. Так что, приходится драться. Тут клинч, по-моему, Евгений Баланов, по-моему, работает больше в клинче. Да, больше работает в клинче. То есть, не стоит в клинче. Здесь лезть. Ну, такие спортсмены, кто в клинче. За клинч заходят отдышаться. То есть, он не стоит здесь. Ну, работает коленами. Пробует локтями. Ну, вот, что мы говорили о лоу-кике. Балан бьет лоу-кики именно наверняка. Да. Не для того, чтобы попасть, а для того, чтобы сломать ногу. Не, ну, если бить, то надо... Да, раз за разом его удар доходит до цели, ну, очень сильно доходит. Хотя я помню, он в свою войну страдал от этого лоу-кика, сам пропускал часто. Ну, он был знаком по предыдущим турнирам, по первенствам в Москве. И нас приглашали тоже, мы ездили. Нижний Новгород? В Новгород, да. Часто с нашими бойцами встречался. И часто было, он пропускал очень много лоу-киков. Он был. Ну, сейчас он подрос. Ну, да, уже, естественно. Жизнь научилась. Дерется, да, Евгений молодой, ему 89-й год рождения, а его соперник постаршему 85-го года. Не сдается соперник Баланов, Ролов. Наверное, они у себя тоже не раз встречались. Да, вполне возможно, встречались. С одной области на один вес. Кстати говоря, в этой категории аж 4 бойца было из Нижнего Новгорода. В одной категории аж 4 бойца. Как говорится, понаехали. Да, понаехали, да. 13 человек было в весе. И лишь один из 4-х проиграл уже в первом бою. Был также еще Юрий Воронцов выступал, который в полуфинале как раз-таки проиграл Алексею Фролову. Он сам из Нижнего Новгорода, то есть Фролов из Богородска. И получается, что Балан пстит за бойца из своего города. За своего партнера по команде. На жеребевке, естественно, старались их разводить. Разводить, старались. Ребята в первых же боях не встречались со своими. Вообще, как жеребевка проходит обычно на таких турнирах? Обычно разводят. Из разного клуба бойцов разводят? Ко одноклубников разводят. Стараются разводить. Стараются разводить двух сильных, чтобы они... Финал был красиво, интересно. То есть по разным веткам стараются разводить. То есть именно двух сильных или так смотрят, например, ага, там вес восемь человек, из них четыре сильных, вот они сразу поют в полуфиналы? Нет, нет, нет. Ну, двух из них сильных, допустим, есть призеры, кто-то России, допустим, да. Прошлогодние призеры. Их стараются разводить. То есть они что, в первом бою не нарвали друг на друга? Ну, бывает, что и не делают по-разному. Ну, наверное, все-таки на крупных турнирах именно делают? Да, на крупных стараются разводить. Все заинтересованы в красивых финалах. Интересно. То есть два сильных парня на весах, это, допустим, один первый, один второй в любом случае, да. То есть не на выезд, один первый и один второй. То есть если какой-нибудь спортсмен, то есть разрядом ниже, допустим, КМС, к примеру, стал по воле случая, допустим, вторым номером, надо думать, кого вывозить просто уже. А как происходит, например, отбор уже на чемпионат России? Ну, это автоматически едут победители? Победители, да. Да, или же уже на каких-то условно-тренировочных спарринговых сборах могут поменяться все? Нет, ну, если, допустим, есть на один вес два человека достойно, то могут сделать спарринг дополнительно после чемпионата Москвы спарринг сделать. Ну, бывают случаи, допустим, ввиду болезни, какой-то спортсмен не смог подраться на чемпионате Москвы, а он является первым номером, да. Прошел чемпионат Москвы, то есть могут сделать спарринг с тем, кто выиграл этот чемпионат Москвы, и победитель, естественно, едет на Россию. Ну, любому региону хочется привезти медаль. Поэтому сильнейших выводят. Можно выбирать сильнейших. Сильнейших выводят, да. Вот уже видно, уже больше ударов. Уровень бойцов здесь хороший. От раунда к раунду они только наращивают количество ударов. В России тоже вот этот вес до 67 килограммов, он традиционно сильный. Например, чемпион России прошлого года Игорь Петров поехал в Таиланд в этом весе до 67, да, и выиграл. Там вообще до 67 вес был звездный. Изначально в Таиланде там Андрей Кулебин выступал, белорус. И довольно крепкий боица с Таиланда, там, ну, выиграл Кулебин у всех. Ну, извиняюсь, Никулебина Петров, он, да, победил тайца в финале. Также Петров отобрался и на последнем Кубке России по тайскому боксу, который вот-вот состоялся, поедет на чемпионат Европы по тайскому боксу. Да, Кубок России был отбор на Европу. Да, то есть не все так просто будет для того же Евгения Балана на чемпионатах России, то, что тут... Не, ну, ребята растут, ребята растут. Кто-то уходит, кто-то уходит. Есть у каждого свое время. Это был последний раунд. Вам последний раунд. Закончился ваш, по-вашему, кто выиграл этот бой? Я думаю, такой бой равный. Никакого преимущества. Наполеиский, конечно, бой, да нет. Никакого преимущества. Преимущества никакого не было. Балан, да, если выиграет, то благодаря, может быть, имени своему. Ну, да, да. Он известней. В Москве сильно вообще сказывается, вот имя давит на судей. На судей бывает, да, что давит. То есть может быть такое, что по-хорошему, там, тот-то был слабее, чуть лучше, но ему не дадут победу. Ну, сплошь и рядом. Такое случается на российских соревнованиях. Сплошь и рядом. Есть выражение. Сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебя. Да, да, да. На синего угла Евгений Балан этот бой выиграл. Квалификация судей. От квалификации судей зависит.